Здравствуйте, с вами был Влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может видеть каждого. Почему экзекуция вот этой вот голой вечеринки в России имеет корреляцию с нашей украинской ситуацией? И почему в той или иной форме, рано или поздно, нечто подобное обязательно случится и у нас? В чем необходимость наказания за несовершенное преступление? Потому что, ну, собственно, те, кто там нарушили, они не нарушили ничего. Ни один закон нарушен не был. Простите, но люди в клубе, который для этого предназначен, предаются вот этому декадансу, деградансу, и это было ежегодным событием в этих костюмах. Все эти Лолиты и Киркоровы да просто на концертах выступали, и проблем не было. Это не то, что они там впервые показались, да? Они в залах полных зрителей, так же одетые, давали свои перформансы. И что? И ничего. И тут вдруг они оделись. Да, ну, был там один с носком на причинном месте. Так, черт побери. Ну, давайте включим логику. Тогда вот этот вот российский ОМОН, он может врываться в любую сауну в Москве или Подмосковье, и там полностью раздетые, причем, что касается антискрепного непотребства, десятикратно больше, чем на этой вечеринке. То есть там просто нанятые за деньги тёлки, простите меня, бухло и всякий прочий марафет, и голые в этих саунах, ну, абсолютно неправославные персонажи, которые, честно говоря, намного круче развращаются и развращают окружающих. Почему? Эту вечеринку необходимо было размести в пух и прах. Почему надо было публично наказать всех, кто, в общем-то, поддерживал Путина. Там же не было ни одного человека, который публично Путина не поддержал. Там не было никого, кто хоть полунамёком осуждал войну, развязанную в Украине. Зачем было необходимо наказать своих до мозга костей, вот до печенок своих пропутинских вот этих персонажей, вот этих спекулянтов, ну, и не побоюсь этого слова, барых, вот, к этим товарищам оно-то как раз применимо, потому что главная их задача было чесать и собирать баблищи. Они с любой властью всегда согласны. Были, есть и будут. Смотрите, просто когда этот копеечный, этот ничего не стоящий выеденного яйца скандальчик, который должен был, ну, просто уйти в песок, ну, пожурили бы и всё, ну, побухтел бы Гундяев. Но произошло то, что обязано было произойти. Вдруг на самом верху, вот лично у Путина, наконец-то, как молния пробило вот это ощущение, что в реальной жизни весь вот этот вот оболваненный обыватель российский, он намного больше интересуется носком, который кто-то там на этой вечеринке одел на причинное место, чем установкой парты в школе на родине героя, погибшего там в Украине. То есть для российского обывателя, для вот этих миллионных вот этих потребителей медийной жвачки интереснее Ивлеева, чем Скобеева. Оказывается, Лулита, которая на карачках, вот в этих вот прозрачных, вот этих вот каких-то странных одеждах ползает, как собачка по полу, она интереснее, чем все спичи и эскабады, и Маргариты, и Симоньян. Потому что на самом деле обывателю совершенно не хочется слушать вот эти уже надоевшие новости про то, что там БДК Новочеркасск был прекрасно поднят на воздух ракетой Шторм Шэдоу, и там 70 российских морячков сейчас кормят крабов. Они на самом деле хотят вот этой вот жвачки. Они намного больше хотят, чем патриотического фуфла вот этих простых дебильных, ну до мозга костей, до печенок, дебильных обывательских вот этих вот фуфлыжных новостей. Им интереснее голая вечеринка, чем демилитаризация, деноцификация. В общем-то, это пришло понимание того, что монополия на меде, узурпация власти как бы еще не окончательно, и есть еще островок, который, ну, не полностью подконтролен вот этой вот гнетущей, он еще не полностью под этой гнетущей пирамидой зафуфлыживания мозгов, и было принято решение убрать любую, даже невинную, даже провластную, даже формальную конкуренцию в медиапространстве, потому что все должно быть подчинено единому маразму. Вот главный маразматик должен контролировать все. Никакое действие в медиаполе не может произойти несогласованным. Вот в чем смысл. Никто не отвлекает никакого внимания, нет. То есть тут не надо глубоко копать, просто пришло понимание того, что если остался хоть один процент, хоть полпроцента, хоть тысячная доля процента того, что привлекает внимание в России, кроме вот линии партии, это должно быть прибрано к Нахтю. И как бы все, сейчас участники этой вечеринки не любезили, как бы они не пытались сыграть, вот как, опять-таки, та же Симоньян говорит, дать заднюю, не дается задняя. Вот тот процесс, который происходит в России, он заднюю не даваемый уже окончательно. И то, что у нас происходят точно такие же, вот пиарно-показательные, абсолютно бессмысленные вещи, это тоже показатель того, что и наша монопольная власть не справляется, она не готова конкурировать с оппонентами. Наша ситуация намного легче, потому что все-таки наши союзники, это Европа и США, и, конечно, такого уже закручивания гаек, как в России, все-таки наши западные партнеры, ну, не готовы допускать и терпеть. Мы полностью, на 100% зависим от помощи наших союзников, но желание вот так вот, лихо, по-путински, вот полностью все положить под себя и не слышать ни одного даже писка, не согласованного с властью, у нас на банковой присутствует, друзья мои. Мало того, это же постоянно демонстрируется. У нас любой голос, который указывает на профтыки и ошибки власти, тот же объявляется чуть ли не вражеским. То есть против него начинается борьба, не конкуренция, а уничтожение любого оппонента. Это то, что объединяет каждого диктатора. И Зеленский бы с удовольствием стал таким диктатором, каким является уже Путин, полноценным. И только один сдерживающий фактор, это неприятие как западными союзниками, так и населением Украины диктаторских замашек не дает ему возможность, а лицепок еще, как говорил классик, полностью повторить путинские закидоны. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, распространяйте в соцсетях, а победа будет за нами. Потому что за каждым из нас персонально не заржавеет. Субтитры создавал DimaTorzok